Друзья, это видео идеально подойдет тем из вас, кто уже набрал какое-то количество слов, но все еще испытывает трудности при построении предложения во время разговора. Именно поэтому в этом ролике мы с вами запомним 10 очень классных разговорных фраз, которые можно использовать практически в любой беседе. Но пока мы не начали, поставьте видео на паузу, возьмите блокноты, ручки и приготовьтесь записывать, ведь если вы записываете выражение на материал, вы его лучше запоминаете. И, конечно же, поставьте лайк этому ролику. So, guys, are you ready? Let's start! Предположим, вы начали разговор, о чем обычно мы говорим. Приветствуем собеседника и потом спрашиваем, как у него дела, какие планы, какие новости. Вот планы, да? Чем занимаешься вечером? Как это спросить? Используйте выражение Any plans for the evening? Эта фраза переводится У тебя есть какие-то планы на вечер? И это разговорное выражение. Именно поэтому мы опустили начало. В принципе, если по правилам, то должно быть так. Do you have any plans for the evening? Do you have? Но в разговорном английском можно начало отбросить. Получается просто Any plans for the evening? У тебя есть планы на вечер? И вот, допустим, ситуация, вы спрашиваете друга или подругу Any plans for the evening? У тебя есть планы на вечер? А он или она отвечает Yeah, I have to finish my project, so I'm working late tonight. Да, мне нужно закончить свой проект, поэтому я работаю допоздна. То есть вот как она используется, как применяется. А, допустим, если вы сами куда-то собираетесь уже с кем-то И хотите вашего собеседника пригласить, присоединиться к вам Используйте такой вопрос Wanna join us Wanna Это сокращение от want to, да? Wanna join us То есть ты хочешь к нам присоединиться? Опять это сокращение разговорное Полная фраза была бы Do you want to join us? Но Do you want to join us? Превращается просто в Wanna join us? Хочешь присоединиться к нам? То есть вот он разговорный английский Очень полезные выражения Записывайте, если вы не знаете Wanna join us? Переводится как Хочешь к нам присоединиться? Как пример Вы говорите We're going out tonight Wanna join us? Мы сегодня идем в город, там, веселиться, развлекаться Хочешь с нами? Sure We're going Конечно хочу Куда вы идете? Вообще Go out Это выходить в кафе, в ресторан, в кино В общем, куда-то с целью развлечения Вот он классный фразовый глагол Тоже можете записать We're going out tonight Wanna join us? Очень такой прям супер разговорный вариант Тоже записывайте все эти фразы Записывайте Они помогут Дальше Очень часто во время беседы Мы спрашиваем мнение собеседника Или просим дать совет Как мы это скажем? Используйте выражение Do you think? Do you think ты думаешь? Ну и что там? Дальше вам требуется А вот при ответе можно сказать Honestly Это значит честно, честно говоря Ну и там тоже продолжаете Предположим, такая ситуация By the way, I have a vacation in autumn Do you think China is a good place to go? Кстати, у меня отпуск осенью Ты думаешь, Китай это хорошее место, чтобы съездить? Или в Китае стоит съездить? Honestly, I don't know I've never been to China Ну, честно говоря, я не знаю Я никогда в Китае не был Вот она ситуация разговорная Такая прям типичная Тоже можете записать выражения, если вы их не знаете И еще одна интересная фраза Can или could you advise me on? Можешь мне посоветовать по поводу и так далее Либо can, либо could Неважно, advise это советовать И при ответе тоже можно сказать такое Why don't you? Why don't you? Почему бы тебе не... и так далее То есть, посоветуй, что делать Ну, почему бы тебе то-то, то-то Вот такая вот ситуация Предположим Look, I want to buy a new car Could you advise me on how to choose a good one? Слушай, я хочу купить новую машину Ты можешь мне посоветовать, как выбрать хорошую? Да, a good one это хорошую машину Well, why don't you ask John? He's been selling cars for 10 years already Ну, почему бы тебе не спросить Джона? Он продает машину уже 10 лет So he can definitely give you some good advice И он точно, определенно сможет тебе что-то хорошее посоветовать Вот, опять же, как это все применяется Очень классные разговорные ситуации А, кстати, друзья, если вы хотите поменять тему разговора Используйте фразу Speaking of Или speaking about Вот, говоря о, допустим А, вот, говоря про это Мы там то-то, то-то Speaking of traveling Have you heard that Bob went to Africa last week? И говоря про путешествия Ты слышал, что Боб уехал в Африку на той неделе? Вот оно, да? Мы как бы резко там Speaking of Говоря про путешествия А, о путешествиях А вот Боб уехал То есть вот оно разговорное выражение Или же можно еще сказать That reminds me Это напомнило мне Слово remind Глагол напоминать That reminds me Причем в английском настоящее Как будто бы это напоминает мне В русском мы говорим Это напомнило мне прошедшее А вот у них нужно настоящее использовать That reminds me Именно present simple Present simple запомните That reminds me That reminds me of my college days Это напомнило мне О моих студенческих днях Да, ну дня в колледже В общем студенческое время То есть это напомнило мне О моем студенческом времени Так это будет по-русски В английском That reminds me Ребята Если вы понимаете Что вам тяжело Самостоятельно освоить английский язык Очень рекомендую Позаниматься с учителями Из онлайн школы английского языка Inglix В описании к этому видео Ссылка Переходите Регистрируйтесь Вам подберут программу изучения Методику Материалы Исходя из ваших целей Вы будете заниматься По классным материалам Тренировать Возможные навыки Умение читать Писать Разговаривать Понимать на слух То есть такая всесторонняя Программа По развитию английского языка Ну и конечно Результаты не заставить себя ждать В описании к этому видео Есть ссылка Переходите Регистрируйтесь Оплачивайте любой пакет занятий И У Inglix Сейчас акция Для всех новых учеников Кто приобретает Любой пакет занятий Еще три урока Бесплатно По промокоду Alex Переходите Занимайтесь Всем удачи А вот такая ситуация Допустим Вы с кем-то общаетесь Идет разговор И вдруг что-то происходит Там какой-то шум Что-то еще Вы повернулись Смотрите туда И вы потеряли нить разговора Или вам позвонил телефон Вы отвлеклись Тоже ответили О чем была речь Вы уже не помните И как переспросить Как вот сказать Так На чем мы остановились Или что мы там обсуждали Есть очень интересное выражение You were saying То есть Ты говорил Дословно Где мы остановились На чем мы остановились О чем ты рассказывал О чем ты говорил You were saying Запомните Очень классная фраза Ну вот предположим Вам рассказывают историю Допустим Товарищ Да Он рассказывает Что с ним произошло And then I saw this guy Right behind me И потом Я этого парня Увидел Прямо за мной А вы отвлеклись Как бы прослушали И такие Sorry you were saying Прости О чем ты там Что-то рассказывал Вот он Sorry you were saying Ты говорил О чем ты говорил Где мы остановились Или же Кстати Можно сказать Where were we Где мы были Дословно Where were we Где мы были Заметили Много Where Where Were We Where were we Интересная фраза Для произношения Тоже непростая Значение Точно такое же На чем мы Где мы остановились На чем мы остановились Ты говорил В общем Любое Можно использовать выражение Друзья И когда пора Заканчивать беседу Разговор Можно использовать Фразу I have to go I have to go Значит мне нужно идти Не просто Ну как Нужно А вот именно Приходится Я бы остался Поболтать Да вот Работа Там Семья И так далее Have to Это приходится По какой-то причине От вас Независящей Вот и получается Отличная Концовочка Well Sorry I have to go Bye Прости Мне пора идти Пока Или же Более такое неформальное Более разговорное Можно с друзьями С коллегами Catch you later Catch you later Это как бы Поймаю тебя Схвачу тебя позже Но это тоже Пересечемся позже До скорого Скоро увидимся Такая вот именно Разговорная фраза Sorry man Catch you later Sorry man Прости Дружище Попозже пересечемся Потом созвонимся Позже встретимся Ребята Пишите в комментариях Какая фраза Или какие фразы Вам понравились Больше всего И какие вы Намереваетесь Использоваться Еще раз При беседе С иностранцами Или на уроке Английского языка Как минимум Из 10 Нужно запомнить И использовать Три штуки Чтобы какой-то эффект Ну желательно Конечно В идеале 7-8 Но хотя бы Три Это уже будет хорошо Поэтому пишите В комментариях Какие вам понравились Больше всего Выражения Друзья Кто еще Наш предыдущий урок Не смотрел Обязательно Посмотрите Прямо подо мной Есть картиночка Иконка Кликайте Переходите Занимайтесь И улучшайте Свой английский язык